Обращаюсь к хохломовным, которые здесь живут в Италии по 20-30 лет и те, которые приехали сюда, чтобы права свои качать и говорить, кто должен говорить на украинском языке и кто не должен, кто из вас русняк, кто из вас трусняк. Так вот, какого хера вы тут хвоста забрали? Живите тут спокойно со своими мужьями и детьми и никому не говорите, кто кому должен и на каком языке писать в группах и кто как может выражать свою мысль. Потому что вы никто и зовут вас никак. Украина к вашему сведению хохломовному всегда делилась на русскоязычную хохломовную. И еще в 70-м году, когда я приезжала в Карпаты, то там хлеба не купишь, блин, в вашем хохломовном магазине, если ты на украинской, блядь, мове не говоришь. А когда вы к нам приезжали, вы жили у нас и на море жопы грели на Азовском, и никто вам слова не сказал. А тут вы приехали еще и в Италию с попрошайнической своей, блядь, рукою, и вы еще заставляете людей, которые здесь говорят на русском языке, говорить на вашем хохломовном. Да идите вы нахер со своей мовою, идите вы на свою эту руину. Доброй пятницы вам, друзья, не доброй пятницы вам, мне, дорогие. Вот послушали вы простую итальянскую женщину, которая прекрасно понимает природу политического украинства, без всяких научных трудов. Она не заглядывала в архивы, не читала специальную литературу, у нее просто есть опыт, опыт жизни и в Советском Союзе, и в нынешних Европах. Про Европу, кстати. Почему украинцы ведут себя так, как они ведут в этих странах, в странах Западной Европы прежде всего? Да потому что блистательный хитрован Арестович внушил им, просто открытым текстом говорил, что их будут пестовать в Европе, как богов, спустившихся с небес. Вот они себя такими поначалу и ощущают. Арестович, конечно, их подставил в известном смысле, но трудно найти, пожалуй, человека в эстопришменте киевскому, который так сильно бы ненавидел и презирал украинцев, как этот мега-пиарщик. Ну, достаточно просто посмотреть несколько высказываний насчет Украины и украинцев, если сами все поймете. Пожалуй, больше из тех, кто на виду ненавидит украинцев, только сам Зеленский. Но там, понятно, есть еще и этнический момент, все-таки, как еврея, он, скажем так, недолюбливает украинцев, потому что понимает, что это такие матерые антисевиты. Не такие, конечно, зверские, как литовцы, но уж покруче в этом смысле, чем австрийцы или немцы. В общем, интересно, где эти пляшки. Центральная идея Украины, одна из центральных национальных идей Украины, это как можно больше врать себе и другим. Потому что, если сказать правду, рухнет все. И надо придумывать что-то другое. Вот такое у нас базовое несбалансированное противоречие. Это венчуття, что все ебнулося. Дело в том, что мы ебнутая страна. Кроме того, у нас как бы ебнутая коллективно-бессознательная. Вот среднеукраинец, если возможно вообще в таких категориях рассуждать, это идеальная жертва информационной и семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем. У него вместо мозга идеальный газ. Вот крайне поучительное зрелище, я бы сказал. По моим прикидкам, у них рассчитано до 30-го года. Вот до 30-го года нельзя быть спокойным в отношении России. Даже если сменится власти, будет не Путин. А почему 20-е и 30-е именно? Ну, 20-е это просто стадия по мере готовности. А 30-е это потому, что они в 2005 году принимали решение о контрнаступлении на Запад стратегическом. О том, что как это хватит уже России стоять на колени и будем подниматься. А, ну, потом это Минфинская речь? Аналитика работала, да. Потом Минфинская речь, потом Грузия. То есть Путин сначала навел порядок в самой России, потом навел порядок в СНГ, как он считает. А потом можно на Запад тоже ломануться. Ну, вот он, смотрите, как бы они... 2005 год, это после нашего Майдана, февраль. Они принимали это решение, когда поняли, что... Они думают же, что Майдан, это технология ЦРУ по проецированию... По, как это, расколу триединого русского народа и, как это, проецированию этих злобных оранжевых технологий на саму Москву. Они так считают, из этого исходят. Что Запад нарушил свое слово, да, вот как это, не распространяться на восток. Вообще сейчас вот мягкое подбрющее заползли в виде подлой Украины, как бы, да, и оранжевой чумы. И начали контрнаступление. Аналитика работает очень просто. Путин вызвал людей, сказал, чуваки, вот это, вот это можно предположить с достаточно долей уверенности. Надо как-то немножко отвоевать все обратно, потому что, ну, Запад уже под Москвой. От Чернигова до Москвы сколько? 700 километров, один переход на танки, на БТРе вернее, да, и два на танки. И ракеты долетят за пять минут. Надо вот что-то делать, потому что вот они же враги уже тут, как бы, да. А они говорят, Владимир Владимирович, так ситуация же складывалась с 91-го года, как это, сколько лет? 14. Значит, развязываться она будет тоже минимум 14. 2005-й плюс 14, 2020. А вот, а учитывая, что они считают, что ситуация начала с 85-го, а с перестройки, то сразу можем добавить еще. Это как минимум. Проголосовать за человека с комплексом качеств, как у Зеленского, могли только упоротые долбоебы. Я другого слова подобрать не могу. И то я так где-то раз в 20, наверное, снизил лексикон, которым истинно было бы назвать. Мы находимся в состоянии перманентной войны с Россией, отсюда и навсегда. Как можно было в этой ситуации выбирать человека, который говорит, что война не находится в зоне моих приоритетов? Ну, есть такое понятие, выстрел в ногу. Это был выстрел не в ногу, это была очередь в тупую голову, но и она ни хрена никому не научила. Понимаете, да? Надо быть законченным, полным, безоговорочными кретинами, чтобы в воюющейся стране, которой предстоит воевать еще минимум 10 лет с переходом в несколько горящих фаз, выбирать человека, который сказал, что не любит войну, и я ее закончу. Он настолько непрофессиональный и дурной, что он не понимает, что войну нельзя закончить в одноставленном порядке. Война может быть закончена только одним способом. Ее можно проиграть или в ней можно победить. Других способов не существует. Не существует. И вы посмотрите, в какой стране мы живем, когда там минимум 50% избирателей, прямо или глухо, прямым выбором, или одобрением, или своим безразличием, выбрало человека, который говорит, что ну его нафига, это войну. Это все равно, что ситуация примерно такая. Значит, вы привозите маму, нынку, привозите в реанимацию, к вам выходят два врача. Один говорит, ну я жирный негодяй, сволочь, у меня как бы есть подпольный заводик, который конфеты производит, и при этом, как это, я толстый, с сахарным диабетом, и вообще и беру взятки, но зато я что, умею лечить тяжелых больных. И вот 5-5 лет уже активно на этом подвязаюсь, как бы у меня неплохо получается. А другой выходит и говорит, вы знаете, я честный, но я не умею реанимировать больных. И, значит, минимум 50% нашего богоспасаемого народа сказала так. Ну, хорян с ним, что он не умеет лечить мою маму.